Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире вновь передача «Просто о вере» и я, ее ведущий, священник Сергий Рыбаков. Сегодня мы постараемся поговорить на совершенно, как кажется, неожиданную и, может быть, отвлеченную от веры тему. Тему «Должен ли быть христианин культурным человеком?». В свое время Честертон сказал замечательную фразу. «Прежде чем христианину назваться достойным святым христианином, ему нужно стать джентльменом». Ну, то есть, человеком приличным. Честертон сюда вкладывал абсолютно все. И то понимание себя в обществе, правила ведения себя в обществе, правила хорошего тона. То есть, ну, нехорошо наступать в трамвае на ногу и не извиниться, например. И если ты так действуешь христианином, что уж точно святым ты никогда не станешь, для начала научись вести себя прилично в обществе. Но Честертон сюда вкладывал и в том числе культурный аспект, что христианин должен быть человеком приличным во всех отношениях. Итак, нужна ли культура современному христианину? Поговорим об этом с отцом Сергием Кредичем, нашим сегодняшним гостем. Здравствуйте, батюшка. Здравствуйте, батюшка. Погрузим, так сказать, наших зрителей в контекст наших предэфирных разговоров. Вообще, изначально мы хотели обсудить такую тему. Ну, тут я несколько вас представлю как человека, любящего научную фантастику, читающего ее. И у меня возникла мысль, а почему бы нам не поговорить про научную фантастику? Вообще, зачем она православному христианину? Зачем она православному священнику? Зачем она вообще нужна? Неужели без нее нельзя обойтись? Или это просто развлекающее нас некое чтиво, которое заполняет паузы между делами, или усыпляет нас после вечерних молитв на сон грядущий? Но потом контексты наши расширились, и мы вообще вдруг озадачились вопросом, а зачем человеку чтение? Потому что культура, ну, это слишком обобщенно, конечно. То есть я сейчас взял и попытался море зачерпнуть в скорлупу грецкого ореха, сказав, должен ли быть христианин культурным. Нужна ли культура христианину? Конечно, нужна. Но вот давайте мы сегодня о конкретной части этого культурного пространства поговорим. Поговорим о литературе. Должен ли современный христианин читать нечто, кроме священного писания? Ну, тут, опять же, в полном соответствии с моей профессиональной деформацией. Давайте мы разделим заданный вопрос на несколько смысловых блоков. То есть, во-первых, в церкви нет единой позиции по отношению к культуре, литературе, театру и так далее. То есть те каноны, которые запрещают посещать театр, они относятся к первым векам христианства. Ну и действительно, то есть если... Чудесный критерий, шутки бывают смешные и не смешные, и это единственный критерий для шутки. Но при этом есть еще и подкритерий. А всякую ли вы шутку пересказали бы бабушке, маме, ребенку. То есть, ну объективно же смешно, но все-таки маме я бы, наверное, рассказывать вот эту смешную историю не стал. И в этом отношении мы имеем две позиции внутри церкви. Позиция первая уже вами озвученная, что все, что нам нужно, есть в священном писании. То есть желаете исторических хроник, вот вам книга царства. Желаете романтики, песнь песней. Подкрепите меня вином, освежите меня яблоками, ибо я изнемогаю от любви. Ну, тут, простите, мы не в каждой современной лирике найдем такое. Будь то классические поэты, будь то рок-музыканты, и вот это вот «Как укрыться от дождя, если дождь внутри тебя». Ну, вот подкрепите меня вином, освежите меня яблоками, ибо я изнемогаю. И мы взяли только полстрочки, да. Ну и так далее. То есть, включая даже и пророчества. Вот вам апокалипсис, это вот прям вглядываться всю жизнь, и все равно не найти всех, не осветить всех тропинок, всех нюансов. И даже в семинариях, как правило, разделяют, преподают разные люди курс священного писания Ветхого Завета и священного писания Нового Завета. То есть, это вот вполне обоснованная такая позиция, которая отлично была сформулирована уже в первые века Квинтом, Септимием, Флоренцем, Тертулианом, христианским апологетом. Который, собственно, и сказал, что христианину не нужно ничего, кроме писания. И более того, он это все логично продолжил, да, что в этом случае, давайте действительно не ограничиваться рамками только вот круга чтения, хотя мы и попытаемся это сделать в дальнейшем. Ну, правда, правда, вот так вот. Если по-честному, то женщина, которая пользуется косметикой, лжет осторожно, ни в коем случае не отвечайте на этот вопрос в эфире. Мы это оставим вот на внутренний диалог наших телезрителей. В той же степени, что и лжет мужчина, который стрижет бороду, выдергивает седые волосы. Пользуется дезодорантом, зубной пастой и так далее. То есть, если хотите а-ля натюрель, то есть, как оно в природе происходит, да, вот культура – это то, что возделывают, то, к чему приучают. И мы вдруг оказываемся перед необходимостью вообще, вот в полном соответствии с тенденцией и афоризмом ни во святых, ни отца, ни нашего Честертона, о том, что человека надо учить, учить одеваться, учить отдыхать. То есть, как это? Если я устал, я же знаю, это интуитивно, понятно. Но нет, следует вот поход в театр, он происходит вот так, он происходит в это время. Надо быть соответствующим образом одетым, можно выйти в буфет, но при этом нельзя развернуть Бекма, хотя у нас свободная страна, да, прямо во время второго отделения. Нельзя прийти вот так вот в ластах и в кокошнике, как всегда хотелось. Но вот, извольте соответствовать. И получается, что вот есть и второй взгляд на эти вещи, да, про территорию я не досказал. То есть, во-первых, да, нельзя пользоваться ничем, что меняет наш облик, потому что у нас есть эпизод в Евангелии, вот, кто-нибудь может ли приложить себе локоть един. Поэтому тот, кто встает на каблуке или на высокую подошву, тот согрешает. Вообще, если бы Господь хотел, чтобы мы в Поволжье вкушали бананы, то у нас бы росли пальмы, поэтому не надо нам торговать и выменивать. Он вот у нас растет, то, что у нас растет, то и надлежит нам вкушать. Если бы Господь хотел, чтобы мы носили фиолетовые вещи, то Он бы сотворил овец с пурпурной шерстью. Ну и так далее, и так далее, и так далее. То есть, давайте тогда уже прямо последовательно. И заметим, это Тертулиана в его нетерпимости и, как ему казалось, в последовательной правоте привело в конечном итоге к разрыву с церковью. Он сказал, что христиане уже в его время не исполняют Евангелие, ушел в пустыню и создал там собственную секту, которая просуществовала еще около 50 лет после его смерти. Это мы найдем, только мы должны помнить, что вот этот вот радикализм, как и всякий радикализм, он до хорошего не доводит. То есть, в этом случае Господь как раз постоянно останавливает апостолов, которые то хотят огонь свести с неба, чтобы выжечь селение, которое попросило Господа уйти. А что делать с людьми, которые просят Господа покинуть их пределы? Господи, давайте уже начнем жатву и отделим овец от козлища, озер на отплевел. И есть противоположная точка зрения, это Климент Александрийский. В его стромотах мы находим афоризм о том, что для греков философия была детоводителем ко Христу. Это очень важно. Педагог – это детоводитель, то есть вот ребенок, за которым надо присматривать, чтобы он дошел до класса в правильном расположении. Вот папа Карло отправил Буратину без сопровождающих, и он, пожалуйста, букварь обменял на билет в цирк, и со всеми остановками мы видели эту историю, которая на самом деле это Карло Колодис Пиноккио, которая христианская история. К чему приходит Пиноккио в конце? Что надо просить мало, работать много, понимать, что твои усилия мир, в общем-то, не изменит. Ну, в общем-то, такой христианский посыл. И тут противоположная точка зрения, что все, что есть в мире по-настоящему красивого и вдохновенного, а источник красоты и вдохновения Господь, принадлежит христианам. То есть в этом плане римляне, которые строили свою империю, они строили ее для христиан. Во-первых, для проповеди, чтобы были дороги, чтобы был единый язык. То есть, представляете, говорить на латыни за сто лет до Рождества Христова, да, то есть там еще до Гая Мария мы не дошли, не говоря уже о Цезаре, который все это спаяет и объединит в империю. Дороги, как я уже сказал, язык, единый закон, стоит сказать, я римский гражданин, то есть римляне думали, что они строят для себя, а строили они для проповеди Евангелия. И империя тоже, заметим, какое такое, у Господа есть чувство юмора, тоже вдруг оказалось, что христиане все Рим-то восстанавливают язычески. Вот Константинополь второй Рим, мы третий Рим, вот, и у кого ни по пути, а куда ни ткни, сенаторы США. Какой сенат? Сенат был у древних римлян, 300 самых обеспеченных, ну и так далее, для всех, кто увлекался античной историей, это и так понятно. Но, тем не менее, Белый дом, сенат и так далее. И вот тут мы находим как раз две этих крайних позиции, тоже отметим, что и Климент Александрийский, и Тертулян, повторюсь, были практически современниками, но сами они в дискуссии не сошлись. Но многократно сходятся их последователи, и мы находим вот такой православный радикализм, что читать надо только жития святых, потому что вот эти вот ваши Алеши Поповичи, Ильи Муромцы и нечисть всякая поганая, вот это не полезно. И потом вдруг оказывается, что ребенок просто, ну, не приспособлен к жизни даже на уровне банального словарного запаса. Потому что что делает чтение с человеком? Чтение расширяет кругозор, чтение расширяет словарный запас, и чтение учит его, в конце концов, разговаривать. И мыслить. Потому что вот эти связи в мозгу, которые образуются просто от банального расширения словарного запаса. То есть я расскажу переводческую байку, что в Соединенных Штатах вроде как, я не проверял, я там ни разу не был, есть специальные словари для расширения словарного запаса. То есть если вы чувствуете, что как-то вот уровень, что надо бы расти профессионально, то надо бы взять словарь и выучить какие-то новые слова. И действительно, кстати, заметим, человека очень... А любой другой словарь не подойдет для той же самой цели? Вот хороший вопрос. Там, видимо, специально отобраны нужные слова, которыми можно блеснуть. Потому что если мы, например, с вами выучим слово абие, то это нам не сильно поможет в карьере. Поэтому надо учить слова импичмент, инаугурация, вотум, кворум и так далее. Карусель, в том смысле, в котором, если вы понимаете, о чем я, и прочее, прочее, прочее. Вот. А если человек говорит, ну, тут два лимона, то его могут спросить в английском Честерсоновском доме, где лимон? Или наоборот, да, когда та же самая английская дама, если мы говорим вот о культуре, прям культуре, культуре, которая говорит, что, вы знаете, вот если мы говорим яйцо, мы тем самым напоминаем о том, каким способом оно появляется. То есть оно же выходит из курицы, и вот, знаете ли, вот, поэтому давайте мы не будем говорить яйцо, потому что оно появляется из куриный, а будем говорить куриный фрукт. Давайте сойдем с этих рельсов. Человеческого маразма. Нет, почему? Это то, что расширяет наш мир. И как потом скажет, ну, поскольку я преподаю философию и богословию, а потом скажет Витгенштейн, граница моего языка – это граница моего мира. То есть вот банально, если мы ребенка не учим чувствовать послевкусие, то есть почему нам нужны эти мастер-классы с чайной церемонией, с тем, как вот сомелье открывает и пробует вино, то есть просто мы каких-то нюансов не то чтобы не чувствуем, мы их не замечаем. Ребенку, которому не объясняли про послевкусие, он его чувствует, но он его не замечает. Ребенка, которого не учили отношениям, он думает, да что, не хитрое дело, там что, встретились, да живем вместе, ну что, нормально все, как у всех. А вот такие вот тонкости, вот тут нужна как раз литература, которая, я боюсь, нежитийная. И вот тут я очень признателен за цитату, с которой мы начали, что для того, чтобы продвигаться дальше, нам надо просто начать с ступени добродетельный язычник. И даже больше скажу, Господь прямо в Евангелии говорит, что если ваша праведность, обращаясь к апостолам, не превзойдет праведности фарисейской, то есть тут должен быть прям барабанная дробь и гонка, как же так? Фарисеи, они все время осуждаются, они лицемеры, они упускают главное, но все-таки вот у них есть праведность. Вот наша праведность должна сначала превзойти праведность вот обычного. Уже потом... Сначала должна дойти до их уровня, а потом превзойти. Сначала восхищение вот этой самой классической литературы, а потом понимание, что, в общем-то, она не нужна. Сначала надо все это прочитать, сначала надо все пропустить, а потом понять, что, ну, в известной степени это не душеполезно. Но вот словарный запас, но культура отношений, но в конце концов мы же еще и призваны, мы не можем игнорировать призыв Господа, «Шедши научите». То есть это очень странно думать, что вот «не уби, не лги» — это заповедь. А «шедши научите», но у нас есть специально обученные отцы, которые имеют диплом, им выдают компас, Евангелие и парашют, и пусть они куда-нибудь отправляются, в Японию, например. И вдруг оказывается, что к этому призвам всякий христианин, и в этом случае нам надо иметь общую почву для разговора. И вот если мы только в Писании, то, о чем говорит, например, Фома Аквинский в своих суммах, что для диалога нужно иметь общую почву. И если мы апеллируем к Писанию, то мы должны быть готовы, что, например, мусульманин или иудей скажет, «Описание для меня не авторитет». И где же тогда общая почва? И общая почва — это логика, это разум, это поликультура. То есть банально, опять же, если, как мы уже сказали, вот этот вид а-ля натюрель, и какой-нибудь отец Пегиди перестанет пользоваться зубной пастой, шампунем, утюгом, стиральной машиной, то есть с ним просто никто не заговорит. То есть то, с чем столкнулись упоминавшиеся в прошлом выпуске иезуиты, которые вот при миссии в Китае вдруг поняли, что их никто не слушает, потому что у них нет социального веса. И Маттео Ричи, китайский миссионер, сначала стал мандарином, сдав все экзамены, получив право на ношение такой-то шапки, такого-то халата и таких-то вееров, и после этого сказал, ну, если человек действительно что-то, давайте мы послушаем, что он еще имеет нам сказать. То есть в этом случае мы констатируем просто наличие в церкви обеих двух точек зрения. То есть одни говорят, что храм должен быть только местом молитвы, и у нас есть радикалы, которые говорят, что вот дети станцевали танец снежинок в трапезной, и все, безблагодатно, упаси Боже. Освящать храм заново. Да, 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 да. Если бы собака вбежала, было бы легче, но ведь нет. И те, которые говорят, а священник должен еще иметь и культурный багаж, поэтому он должен уметь поговорить и о кино современном, и о литературе классической и современной, и при этом у него должна быть еще коллекция какой-нибудь лютневой музыки, итальянского барокко, и при этом еще время от времени он должен появляться в театре, и на органных концертах. Не слишком ли большой запрос на священник? Нужен мне и повар, и столер, и плотник, и при этом еще, чтобы все было бесплатно, и он как меня увидит, он бежит и кричит, солнце моей жизни, радость моя, Христос воскресе. Хорошо бы было бы. Ну, это правда, мы возвращаемся уже к нашим предыдущим выпускам. Вас можно слушать бесконечно. Вот. Плетете кружева. Ух, как. Хотелось бы вернуться к теме научной фантастики. Хорошо. Мы решили, что чтение оккультуривает, чтение важно, но вслед за классиком хочется спросить, всякие ли книги важны, всякие ли книги... У школы слово пресечь. Да, книги нужны. То есть, одно дело, классическая литература с ее набором... Ох, сейчас будет интересно. Да, бессмертных тем, бессмертных классических сюжетов. И другое дело, вашинская научная фантастика. А вот тут скажу, опять же, такую рискованную вещь. Я понимаю, как это звучит, но тем не менее. У нас критерии, во-первых, должно быть чтение. Во-вторых, должно быть серьезное чтение. И, в-третьих, это чтение, которое не только расширяет словарный запас, но и ставит какие-то проблемы, над которыми задумываешься. И в этом плане я рискну сказать, что, к примеру, английская литература о том, как учительница-репетитор никак не может выйти замуж в Англии своего времени, если вы понимаете, о чем я, никак. Не связано с проблемами современной школьницы. Вот Фауст может быть связан, Гетовский особенно. А вот все вот это вот, оно как-то не слишком ложится, и поэтому иной раз приходится добавлять зомби, чтобы кто-нибудь задумался над этими двумя существителями, опять же, если вы понимаете, о чем я. А вот научная фантастика, она пытается спрогнозировать будущий мир. И на самом деле, ведь очень многие изобретения были предсказаны. То есть понятно, что Жюле Верна невозможно читать сейчас, как увлекательный комикс, но подводную лодку-то он предсказал. И вот эта вот прогнозическая функция, то есть в конце концов даже Гарри Поттер предсказал Ютуб. То есть когда вышел первый том, где они в поезде рассматривают движущиеся картинки, то есть тогда еще Ютуба-то не было. Во-первых, это вопрос о границах. Движущимися картинками можно назвать кино? Ну, в этом плане да, но движущиеся картинки в смысле Гарри Поттера, вот с этими скаминами, которые могут обращаться лично к тебе, с портретами, которые на раз могут пустовать, потому что нечего сказать. Как интересно, про Ютуб-блогеров сейчас говорите. И вопрос о границах использования тех же самых технологий. Вопрос о прогрессорах, например, вопрос о хищных вещах века. То есть понятно, что это добротные подростковые книги, то есть там это не философский трактат, это вот как, например, есть такое интересное философское высказывание, что листать критику чистого разума – это все равно, что переворачивать пласты земной коры, настолько это тяжело. Но действительно, это требует серьезной подготовки. А вот хищные вещи века, там же ведь все вокруг одной фразы, что «а вот комфорт, он нас губит, или все-таки он нам способствует?» И там один из героев произносит замечательнейшее. В конце концов, есть и пить квантум сатис, ну, в вульгарном переводе, сколько влезет, человечество получило возможность не так давно. И вдруг все это играет новыми красками. Вот в 15 веке возможно ли было вот так вот выйти на улицу и купить еды много сразу? И даже в 19 веке это не было возможно. А вот мы, пожалуйста, наблюдаем даже в карантин возможность заказать доставку чего угодно – от пиццы, роллов, блинчиков и так далее. Вот, пожалуйста. Потом вопрос о, к примеру, границах человечности. Тоже интересный. Об этом надо просто подумать. И когда подумать? А вот научная фантастика решает этот вопрос, разговор с формирующимся человеком, потому что, ну, опять же, честно, вот так вот положа руки на стол в студии, когда у человека есть время читать? Ну, вот в эти благословенные с 18 до 25, пока он получает профессию, пока он может куролесить, не спать ночами и позволить себе вот эту чудесную роскошь. Поэтому научная фантастика и ставит серьезные проблемы на не совсем серьезном языке. Хотя, если мы посмотрим на, посмотрите на Лемона, Ефремова, на вот те, которые работали, простите, ну, нравилось им это или нет, с советским контекстом, те же стругацкие, да, то есть, с одной стороны, это полдень 21 век, а с другой стороны, то, что вот мы всегда были в оппозиции, когда потом вот оставшийся в живых брат давал вот это разоблачающее интервью. И посмотрите на Кинга, на Азимова, на, то есть, вот это же разный язык, потому что они обращаются к разной аудитории. Но, с другой стороны, Герберт с его дюной, Академия, Гиперион, Эндимион и Брэдбери и так далее, и так далее. То есть, они ставят такие вопросы, над которыми приходится рано или поздно задумываться каждому. И они, законы робототехники, в конце концов. И Лем в своем исследовании фантастика и футурологии указывает на то, что фантастика, она помогает спрогнозировать, да, то есть, рискну предложить для обдумывания еще один интересный тезис, что утопия и антиутопия – это одно и то же место, только одним в нем нравится, а другим в нем не нравится. То есть, прозрачный мир мыль замятина, но что там плохого-то, ведь все же хорошо. Церкви нет, никто не зудит, никто не нудит, длинные богослужения, посты – зачем? Мы все устремлены в будущее, мы строим интеграл, ну, а если еще, то есть розовые талоны для аффектов. Опять же, если, дорогие зрители, вы понимаете, о чем я. А то все-таки написано 12+, мы же должны соблюдать границы. И в этом плане фантастика предлагает нам огромное количество тем, с которыми мы рано или поздно столкнемся. То есть, роботы-андроиды, вот это, постоянно забываю, как звали домашнего робота Алисы Булочевской. Булочевской. Вертер. Вертер. Вот, да, спасибо. С одной стороны, фантастика, с другой стороны, вот он умный чайник, умный конвейер, умный… И при этом он еще оказывается и боевым, как мы понимаем, в дальнейшем, да? Отец Сергий, я бы продолжал разговор, но, к сожалению, передача наша закончилась. Мы поставим здесь многоточие для наших телезрителей. Вот мы бросили этот мячик, а ваша уже задача его поймать. Отбить обратно. Отбить обратно, да, прочитать и согласиться. Но убедительная просьба, я думаю, здесь Отец Сергий, конечно же, меня поддержит. Не делайте жизненным кредо, не читал, но осуждаю. Храни всех вас Господь, читайте, просвещайтесь, оккультуривайтесь, и, может быть, появится шанс стать святыми христианами. Храни Господь. Как быстро! Редактор субтитров А.Семкин